он говорит, ну ты даешь я говорю, представляешь, вот такая ситуация я не могу уснуть ну и все, я вместе с ним так же встала мы пошли на кухню, я приготовила завтрак, он там завтракал в итоге я его проводила на работу пардон я его проводила на работу он ушел на работу я думаю, ну я сейчас пойду мне никто не мешает, сейчас пойду, лягу я посплю, ну хотя бы часов до 10 утра вот мечта такая была вроде бы опять легла все, лежу вот засыпаю, засыпаю засыпаю, засыпаю все, никакого сна нету все, что движется, шевелится, ползает там какая-то там не знаю, паутинка там где-то, допустим, у меня настолько все обостренное что я все слышу я все слышу любой шорох любой шорох даже там сосед там где-то не знаю три этажа выше нас пройдет я и то он слышу у меня такой вот слуховой резонанс я слышу все вот настолько все но я так и не уснула я вчера вчера, как я утром поднялась вчера я так и не уснула ну что вы думаете я встала там стала готовить завтрак внукам себе там позавтракать совершенно в бодром состоянии совершенно спать не хочется зевать вообще не хочется сижу и сама себе анализирую что такое бессонница в каких случаях она бывает насколько я понимаю бессонница бывает это когда либо ты обожрешься вот просто ты наелся на ночь налупился что у тебя вот такой вот желудок с пузом да и твой мозг и твой организм и организм все это должен переварить то есть автоматически у тебя все внутри работает механизм машина да значит и ты сам не уснешь то вот я знаю обжираются а они всю ночь ворочаются там им тяжело дышать и пятое, десятое я этот случай исключаю я вообще не ем я вообще не ем после шести я сегодня до шести не поела не успела я уже вообще не буду ужинать единственное что я могу сделать я сделаю это чай могу себе сделать все смазаться подальше все обжорство исключается кофе кто кофеманы если не на ночь пьют много кофе многие знают напиваются кофе то возможно они будут тоже блудить до полуночь до рассвета потому что у некоторых это тоже бодрствование идет я не кофеманка я не кофеманка но я в тот вечер в тот вечер часов в десять там или в полдесятого я выпила кружечку кофе с молоком так я кофе не пью я пью мы пьем свои чаи домашние чаи вот этот пиванчай который я показывала а так мы пьем свечи а я вот эту кофе мне ну попью какая кофе вот я не беру его на свой расчет но если бы я там его пила бы там крепко такой знаете как некоторые то еще может быть что-то у меня это как будто как это ну что же да нет наверное к погоде вот сейчас еще добавлю она как бы ужаривается утушивается я по мере утушивания уменьшения в сковороде я добавляю вот эту как такую маску вот но кофе как-то и тоже исключаю следующий думаю момент почему человек будет бессонница возможно возможно какая-то бывает гиперактивность то есть почему обычно говорят там перед сном даже детям да не играйте с ними перед сном там не развлекайте чтобы они не бесились не кричали касается также взрослых да ко сну если человек за 2-3 часа собирается укладываться спать у него должна быть спокойное все действия то есть он там спокойно там фильмы смотрит хорошие там добрые да там он что-то почитает глядя на ночь там еще что-то все это возбуждающее гипервозбуждающее кричащее звенящее может привести к тому что человек потом не сможет уснуть я это тебя тоже отметаю у меня такого нету ни кричащее ни возбуждающее у нас как-то вечером всегда все спокойно семья приходит покушает там пообщаемся кто-то читает кто-то смотрит для себя хорошие фильмы выбирает кто-то сидит в компьютере я тоже скучаю еще один момент причина бессонницы у людей это то что какие-то внутренние какие-то эмоциональные расстройства что человеку что-то сказали неприятны там или какую-то там историю попал который крутит в голове да тяжело принять какие-то важные решения вот это может быть как бы сыграть вот эту роль я себе поймала на мысли да вот последняя последняя которую называла одну из причин да возможно сыграла со мной вот эту не будущее отдаваться подробностей может когда-нибудь когда-нибудь я с вами поделюсь но сейчас период да как бы в нашей семье для нас всегда такой знаете немножко напряженный и ну так сказать один ну не лучше пока не очень такие ну как такие вот этот пунктик последний да когда такие вот какие-то могут быть расстройства внутренние да волнительные для человека по каким-либо причинам я отношу на свой счет сейчас пока не буду говорить может быть когда-нибудь с вами поделюсь но это один из таких моментов сейчас у нас такие будут не очень такие времена вот такие временные трудности в семье да скажем по особым обстоятельствам скажем вот это касается всей нашей семьи и я и мы как раз тот вечер уже перед сном мы сидели обсуждали наши там планы семейные касаемо вот этих вот вот эти вот проблемы да разговаривали на эту тему поговорили разошлись там как говорится каждый на свою территорию кто-то отключается там как говорится на другие мысли там кто-то там переключается вообще там не знаю умеет как бы да абстрагироваться сразу перейти там на более позитив я по натуре я вот такой человек то есть я то что мы поговорили там по своим делам все вот уже все пустое в раковину мыть я начинаю в себе это все опять выносить внутри уже сама с собой начинаю анализировать начинаю все это поднимать для себя в свою голову в умную красивую я начинаю опять это все возрождать возбуждать все эти эмоции я отвлеклась маленько тут позвонили дверь открывала вот так вот я и говорю что я причину причину нашла своей бессоннице ну нашла эту скажем эту причину одну из причин которая как бы сыграла такую ночную злую шутку надо мной да что я вообще всю ночь не могла уснуть и целый день потом на другой день я бодрствовала вот ну я еще раз повторюсь это как бы такие небольшие семейные временные трудности в нашей семье которые как бы вот так такую мне гиперактивность дали да что это я после после наших всех разговоров я уйдя там как говорится в свою комнату там в своей спальне я легла и еще раз все это перемалывала и перекручивала как бы вот этого не надо делать надо уметь абстрагироваться уйти отвлечься вот у меня вот такой вот дурацкий вот такой вот организм ум да что я еще буду перемалывать и крутить это в голове своей вот и поэтому вот есть много факторов но вот эти главные которые назвала и вот если вы страдаете если у вас бывает такое не часто но изредка бывает то первое что старайтесь старайтесь найти найти одну из причин что могло повлиять на вашу бессонню потому что по физиологии да организм все равно должен спать должен спать и отдыхать и как сказать уметь расслабляться если вы не можете отвлечься вы не можете уснуть вас что-то мучает и вы в себе это начинаете поднимать перебирать вплоть до того что блять вплоть я уже сматерилась извините еще раз дубль номер два если вы это не можете если вы это не можете в себе как бы погасить и вы начинаете в себе копаться и к вам приходят всякие плавут всякие мысли бабушки дедушки тетки друзья там у кого-то бывшие мужья все идет в один котел и вы это будете варить со своими проблемами умейте находить и что самое главное хочу сказать есть такая поговорка хорошая мысля приходит опосля не надо не надо никаких успокоительных пить не надо никаких валерьянок пить не надо никаких таблеток пить не надо никаких боже упаси пить вам снотворные как садиться на эти колеса. Боже упаси, не надо. Приучите ваш организм, потом ваше тело вообще не будет отвлекаться. Хорошее средство, хорошее средство, это теплое молоко, полстакана теплого молока, не горячего, а теплого, и чайная ложка меда. Все, вы молочко готовите, мед туда, все это размешиваете, и вы спокойно маленькими глоточками выпиваете. Выпиваете и вы ложитесь спать. Я вас уверяю, ваш организм будет иметь такое, начнется расслабление, и вы успокойтесь, это как и успокоительное, вы успокойтесь и будете благополучно спать. Я этим не воспользовалась, потому что, еще раз говорю, хорошие мысля приходят опосля, а мне это пришло уже опосля, на другой день. Я думаю, ой, блин, ну можно же было сделать, да, и молоко есть, и мед есть, и можно было это сделать. Нет, я как-то так себе переборола. Но все благополучно. Я эту ночь уже, следующую, я уже тоже как бы легла около часа ночи, но я спокойна, я легла, я уснула, и утром нормально проснулась. В общем, вот все, что касается бессонницы, будьте аккуратнее, и слушайте свое тело, слушайте свой разум, да. Главное, что если вы, кто-то часто этим страдает, или, ну, бывают такие, да, наплывы, главное, не садитесь и на какие медикаменты. Не садитесь. Пытайтесь справляться сами, народными средствами. Вот, итак, сейчас покажу, что получилось у нас с нашими губами. Вот, смотрите, мои голубчики уже готовы, в принципе. Я их сильно не зажариваю, чтобы капуста там у меня, вот, все, запотела. Сейчас маленечко. Я их сильно не зажариваю, чтобы они там у меня прямо аж коричневая капуста была, с коричневыми, такими, знаете, волокнами, да, скажем, нет. Просто она у меня так хорошо утушилась, протушилась. Вот, солю я уже основную вот эту вот готовую, как бы, да, вот эту массу, да, приготовленную. Я уже солю, подсолю уже в конце, саму капусту, потому что, когда я капусту закладываю, она у меня не соленая. Вот, все, сейчас ей останется 10 минут еще дойти. Все, голубцы у меня готовы. Сейчас я тогда лопаточку уберу. Вот, голубцы готовы. На гарнир, на гарнир я отварю, на гарнир отварю круглый картофель. Кто хочет, они с картошечкой и с голубцами поедят. Все, я осталась, я осталась, я осталась без ужина, но, опять хочу сказать, я есть не хочу, я есть не хочу. Даже сейчас бы капусты накрошить, там, мне картошки, ой, ну, че, 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 молочу-то, нет, свеклы там потереть, или, а вот у меня огурцы есть, огурчик порезать можно, да, я не хочу. Не знаю, почему, я только могу попить чай. Ну, все, всем пока. Хороших вам всех выходных. Отдыхайте. Смотрите, какой идет снежок. Пошел снежок, завтра тоже будет везде снег в Москве. Я с вами не прощаюсь. Увидимся. Пошел снежок. Пошел снежок. Пошел снежок. Пошел снежок. Пошел снежок. Пошел снежок.